как добрый день дорогие друзья шавуатов хорошей недели начнем начать главу ваегаш ваегаш первый день глава ваегаш первый день значит и начинаем запись все значит шавуатов еще раз продолжаем изучать вторую всем сейчас рифа шлама очень много сейчас людей плохо себя чувствует заболели ходы что потому что сейчас как бы зима началась где-то началась только до выбрать только похолодала и очень много людей переболевших сейчас и куда так 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 все значит и мы читаем глава ваегаш значит глава ваегаш чтобы было всем рифа шлама полного выздоровления итак начинается глава с того вы помните да чем закончилась предыдущая глава предыдущая была закончилась тем что иосиф сказал что в рабстве останется один беньомин потому что это он украл кубок кубок нашли у него теперь остальные братья не знали есть действительно это он украл кубок или нет почему потому что если вы помните то его мама которая умерла при его родах рахель она украла у своего отца забрала его приспособление для магии приспособление для магии они назывались трофим значит это были какие-то специальные магические штуки по которым он гадал и и когда яков с женами детьми уходил от лавана то рахель забрала и она спрятала их у себя в шатре и когда лаван их догнал и сказал что зачем же вы украли у меня этих артумим то яков сказал что пусть тот у кого найдется этот этот у кого это найдется пусть он умрет и говорит нам устнотора что из-за этого проклятия потом умерла рахель в дороге когда они уже зашли в землю израиля представляете насколько слова имеют силу и здесь было то же самое когда догнали догнали слуди юсефа догнали их и начали искать они сказали что если у кого найдут пусть он умрет а значит мы все будем рабами и когда их привели к юсефу то юсеф сказал нет пускай только один будет рабом вот тот у кого нашли бенью мин а вы все уходите зачем он это сделал многие говорят что комментаторы что он это сделать для того чтобы проверить насколько они хозру битшу ва насколько они сделали раскаяния значит есть закон раскаяния такие бочек сделал какой-то грех он сделал какое-то преступление значит для того чтобы этот грех исправить первое что он должен сделать это раскаяться, то есть он должен для себя понять, осознать и сказать вслух, очень важно сказать вслух, зачем я это сделал ай-яй-яй, зачем я это сделал и должен очень сильно раскаяться в своем изначальном желании которое побудило его сделать этот грех то есть он как бы исправляет корень, ведь в основе всех наших поступков лежит желание если он тогда хотел сделать грех, сейчас он говорит, я не хочу я жалею, что я его сделал, я очень страдаю от этого. Мне вот этот грех, обычный грех, он не приносит человеку удовольствие. Грех обычный человеку приносит одни страдания. Просто в момент, когда он собирается сделать грех, так система работает, этот грех ему кажется привлекательным, таким, и он его делает, а потом очень много людей раскаивается. И вот, значит, законы раскаяния. Первое, это исправить свое желание, которое лежит в основе. Второе, это вслух и об этом сказать. Третье, это принять решение на будущее так не делать. И четвертое, считается, чува раскаяния сделанной, когда попадает человек в такую же ситуацию, и он не повторяет то, что он сделал тогда. И что Юсеф, который был, он в Торе у нас называется Юсеф Атсадик, он был Цадик, праведник, это была его сущность, да, что у него, у праведника, у него нет своего эго, у него есть только желание Всевышнего. И вот, значит, он, так как он был Цадик, он говорит, так, хорошо, они, значит, братья сделали мне зло когда-то, да, они меня хотели убить, и потом бросили в яму, потом продали. Ну, хорошо, 12 лет я сидел в тюрьме, сейчас я премьер-министр в Египте. Как мне к ним относиться после этого? Вот они пришли, и он понимает, с одной стороны, он понимает, что это от Бога, но все равно, как ему лично к этим людям относиться? Они его ненавидели, они с ним не разговаривали, они плохо, ну, то есть, потом они его убить хотели вообще. И он, значит, начинает, но он же Цадик, он же первым делом, он хочет быть как Всевышний. Цадик – это праведник, который хочет быть как Всевышний. А что Всевышний делает? Если бы Всевышний хотел злодеев уничтожить, так что они бы существовали? Они бы секунду не существовали на земле. Значит, Всевышний ждет, пока злодей исправится. Значит, Всевышний дает шанс каждому злодею исправиться. И что получается? Иосиф, который был праведник, который хотел быть, полностью выполнять волю Всевышнего, он думает, дам я им исправиться. И он видел, что они действительно начали, эх, зачем мы это сделали в предыдущей главе. Помните, как они начали жалеть? Вот, это нам наказание за то, что брата, мы так ему делали страдания, там, и все такое. И, значит, но здесь он им хотел посмотреть, полностью ли они исправили свой грех, и посмотреть, как они поведут себя, когда Беньомин, его брат, родной по маме, которого они тоже, очевидно, не любили, потому что ну, когда разные мамы, то дети как-то не очень друг к другу, да, часто относятся. Может быть, я не знаю, как бы конкретно у меня в семье не было такого, но я слышал, что не очень. И вот, значит, ситуация, он арестовывает Беньомина и говорит, все, вы можете уходить, посмотреть, что они сделают. И вот начинается глава. Ваягаш лав Йуда. И подошел к нему Йуда. Йуда это был четвертый сын Ли, то есть он был по счету четвертый. Первый был Ревен, потом был Шимон, Леви, и потом был Йуда. И вот, значит, Йуда, когда, он был такой авторитетный у братьев, он, из него потом пошли цари, из него потом пойдет Машеах, из этого рода. И, значит, после того, как продали Йосефа, написано, что он ушел. Братья его, братья его, как бы, перестали уважать, да, потому что они понимали, что он лидер, он мог их остановить. Но он их не остановил. И у них было какое-то к нему отношение. Он ушел. У него умерло два сына, представляете? У него умер старший сын, Эр, и потом Анан, умерли сыновья. Потом он, история эта была с Тамар, да, которую, в итоге он на ней женился. Родилось у него двое детей. От нее она тоже. История была очень тяжелая и непонятная. В общем, у Йуда была жизнь такая, знаете, очень непростая. Именно поэтому вот этим отличается Баль-Шува, тот, кто раскаивается, от праведника. В Талмуде написано, что место, куда поднимаются раскаившиеся, праведники, они не могут на такую высоту подняться. Почему? Потому что, представляете, какое сопротивление преодолевает человек, который грешил, и у него намного тяжелее жизнь. А известно, что Липум царагра. Чем больше страдания, тем больше награда. Праведник, он все время идет со Всевышним. Ему, с одной стороны, очень просто, да, то есть, когда умер Равицкий Зильберт, то его сын сказал, что у папы в жизни была очень простая жизнь, у него был только один вопрос в жизни. Что Бог от меня хочет? Все, это была его единственная в жизни задача, цель, вопрос, все. Он больше ни о чем не думал. Обычный человек, у него сколько разных сложностей. Хорошо, в общем, Вайгаш и Лав Йуда подошел к Йосефу Йуда. Он же не знал, что это Йосеф. Он думал же, что это какой-то римский, египетский правитель. И сказал, Он говорит, что со мной, господин мой, поговорим. И пусть не гневается на раба твоего, господин. Что ты как фараон здесь, да? Значит, есть много в устной теории, что было заложено в его обращении, от того, что он говорит, что он понимает, что у него единственная возможность, это достучаться до милости, до сердца этого правителя. Потому что, когда он сказал, ты как фараон, фараон, царь, он имеет неограниченную власть прощать. Ему не важно, суд не суд. И он вот это вот, господин мой, все. И дальше то, что мы сейчас прочитаем, он хотел через милосердие, через жалость, уговорить его, чтобы он отпустил Бенемина и взял его в рабство вместо Бенемина. Но есть в устной теории, в преданиях, есть, что он, когда сказал, что ты такой же, как фараон, что там была скрыта угроза в его словах. Что он говорил, что я сейчас тут устрою, значит, джихад, и тебя убью, и фараона убью. Но, как бы, внешне читается больше линия, что он именно говорил, пробуждая милосердие. И он говорит, вот, ты спрашивал рабов своих, говоря, есть у вас папа или брат. А я сказал, сказали мы, значит, господину нашему, что есть у нас папа старый, и есть у него сын, который у него родился в старости, маленький, да, а брат его умер, и остался он один, значит, у папы, и папа его любит. И ты сказал нам, чтобы мы спустились и привели его к тебе. И, значит, мы так и сделали, и папа не хотел его отпускать, потому что он боялся, что он сейчас умрет в пути, да, как его мама умерла в пути. Это очень все важно. Дела отцов – знак для сыновей. То есть все события, которые происходили с предыдущими поколениями, они где-то очень сильно на нас влияют. Сейчас есть вот это очень такие направления, системные расстановки, родовые какие-то штуки и так далее. Но понятно, что то, что заложено как ДНК рода, оно все время работает. И вот, значит, и он говорит, папа боялся, что он в пути умрет, потому что мама его умерла в пути. И, значит, вот мы привели, сказал папа наш, верните, значит, купите хлеба, когда уже голод сильно придавил. И сказали, мы не сможем мы пойти без нашего младшего брата. И папа сказал, значит, что вы знаете, что двоих родила мне жена Рахель, которую он любил, ради которой он вообще работал 7 лет. И один из них ушел от меня и разорвало его животное, значит. Это Юсеф имеется в виду, да. Я его не видел до сих пор, сказал папа. И сейчас вы этого возьмете от меня, а вдруг случится беда. И так вы спустите мою седину в младилу. В младилу, значит, он говорит, спустите. Брата, значит. И как он говорит, Иуда? Как он говорит, я сейчас вернусь к нему и скажу, что его нет. Ну как он говорит Юсефу? Как? Дальше мы сегодняшний отрывок заканчивается. Завтра мы узнаем, что было дальше. Но я вам чуть спойлер открою, что было дальше. Иуда, он уговаривать начал, чтобы его взяли в рабство вместо Абиньомина. Он говорит, отпусти его, пожалуйста. Отпусти, я буду вместо тебя рабом. Я и сильнее, я и старше. Я все сделаю, в общем. И вот тут вот Юсеф увидел, что реально это тшува, это раскаяние. Это то, чего он добивался, произошло. Но мы прочитаем. Это очень такая драматическая сцена. Что было дальше, ну, не знаю. Теперь смотрите, что получается. Мы видим здесь, Тора же, она нас учит, как, как бы, это модель того, как Всевышний управляет миром. И вот мы здесь видим такую модель, да, Да, что Всевышний иногда, он делает такие события в жизни человека. Вот как Юсеф, он же организовал эту всю вещь. Он подкинул кубок. Он сделал, он этой ситуацией, как бы, рулил, да, Создавая внешние условия, в которых надо было принимать решения. И так Всевышний нам дает в нашей жизни, тоже он дает нам внешние условия, в которых надо принимать решения. И получается, что Иуда в этот момент, да, он стоял перед выбором, как поступить, что сказать. Но по факту, Юсеф, он же не был злодеем. Юсеф, наоборот, он был праведник. Его намерения-то были сделать хорошо и братьям, и Юсефу, и Иуде, и Беньомину, и отцу. То есть он хотел и египтянам. Он хотел сделать всем только хорошо, как Всевышний. Он хочет нам сделать только хорошо, но из-за того, что мы в прошлых сериях запутались, не так сказали, не так встали, не так поучились, не так поступили, то мы все время находимся вот в этом вот водовороте возврата, как то, что на Востоте называют кармой, нам прилетает все время то, что мы когда-то делали. И вот мы сегодня сидим, и у нас выбор, да, как поступить. Всевышний, он хочет добро. Но нам иногда кажется, что вау, как же так, где же добрый Бог, который нам вообще должен только приносить мороженое на палочке, как, знаете, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Вот многие Бога так представляют. Нет, Бог это тот, кто дает нам возможность пройти этот жизненный путь, максимально реализовать свой потенциал духовный и вырасти с помощью Торы, заповедей и добрых дел. Все, значит, чтобы было у нас этот урок полное, полнейшее выздоровление. Всех, кто нуждается в выздоровлении, чтобы было прямо всем здоровья, счастья, благополучия, сила, радость. И чтобы закончилась война, чтобы злодеи все раскаялись в своем злодействе, перестали убивать, перестали убивать под красивыми лозунгами, что кого-то они защищают, кого-то они кому-то не помогают. Никто никому не помогает, просто злодеи, к сожалению, были, есть. И надеюсь, что не будут, что скоро придет Машех и зло исчезнет. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов и хорошей недели. Сегодня очень короче урок, потому что я тоже чуть плохо себя чувствую. Все, чтобы было всем рифашлыма. Продолжение следует...